Добрый вечер! В эфире «Вести» Карачао-Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Сегодня на внеочередной сессии депутаты рассмотрели шесть вопросов. В повестке парламентария одобрили ряд вопросов, касающихся налогообложения. В городской поликлинике Черкеска прошли ревакцинацию от коронавирусной инфекции представители духовенства республики. Рядом с современными домами соседствуют строения с трехсотлетней историей в рубрике «Наши наследия» репортаж из Большого Карачая. Как совместить охрану, правопорядка и воспитание двоих детей ко дню матери. Репортаж о семье Меркуловых из Черкеска. Сегодня в Карачаевском районе был введен режим контртеррористической операции. Об этом сообщает Управление ФСБ России по Карачаево-Черкесской республике. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, связанных с поиском лиц, вынашивающих намерение совершить преступление террористической направленности в горно-лесистой местности Карачаевского района, обнаружены два вооруженных бандита. И в связи с этим принято решение проведения контртеррористической операции, предусматривающей следующие меры и временные ограничения. Проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность. Оперативный штаб в Карачаево-Черкесской республике обращается к населению с просьбой воздержаться от посещения района, проведения КТО и призывает граждан в случае необходимости оказывать содействие силам правопорядка. Печальная вещь сегодня не стала известного общественного деятеля, члена Совета старейшин Карачаева-Черкесии Рэма Шамсудиновича Татаршау, патриота своей малой родины и отечества, человека, внесшего огромный вклад в развитие Карачаева-Черкесии. От всего многонационального народа республики выразил слова соболезнования родным и близким глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Он был представителем поколения наших земляков, тружеников и руководителей, прошедших непростой, но интересный профессиональный путь. Неразрывно связанные с судьбой республики многие, кому посчастливилось работать с Рэмом Шамсудиновичем, вспоминают, что в любой ситуации он руководствовался интересами простых людей. Был близок к народу, чувствовал и знал о его чаяниях и нуждах. Был всегда трудолюбивым профессионалом, порядочным человеком. Пусть добрая память о нем живет в сердцах всех, кто любил и уважал этого великого человека, говорится в соболезновании Рашида Тимрезова. Сегодня на внеочередной сессии парламента одобрили ряд вопросов, касающихся налогообложения. Депутаты внесли изменения в статью закона об установлении пониженных налоговых ставок. Для индивидуальных предпринимателей устраняются дополнительные требования при применении упрощенной системы налогообложения. Они распространяются только в отношении юридических лиц. Также парламентарии внесли изменения в статью закона о налоге на имущество организации, осуществляющих разведение крупного рогатого скота, птицы, а также выращивание зерновых культур с сахарной свеклы. При условии, что выручка данных видов деятельности составляет не менее 70% общей суммы от реализации продукции. Ожидается, что понижение ставки налога на имущество данных организаций вызовет и понижение розничных цен на продукцию и позволит поддержать производителей, оказавшихся в сложной ситуации из-за пандемии. В городской поликлинике Черкесска прошли ревакцинацию от коронавирусной инфекции представители духовенства республики. Благочинный Южного церковного округа Карачао-Черкесии Евгений Суптельный два компонента вакцины получил еще в марте. Как он рассказал, после введения никаких симптомов, связанных с плохим самочувствием, не наблюдал. Поэтому решил и ревакцинироваться без каких-либо сомнений. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфти Карачао-Черкесии Исмаил Хаджибердиев с уверенностью говорит, что вакцина – единственное надежное средство против этого коварного вируса. Только пройдя вакцинацию, возможно остановить передачу инфекции и защитить себя от тяжелых последствий болезни, как это было у Исмаила Хаджибердиева. Это такая болезнь, не дай Аллах никому это испытать. Я был на похоронах. После этого я почувствовал уже температуру, недомогание. Ну, Аллаху Таула меня спас, и вот я сегодня вместе с вами. И надо делать эту самую вакцинацию. Сегодня меня вакцинировали вторым компонентом, спутник Олей. И родители у меня, мама 50-го года рождения, папа 51-го, прошли и вакцинацию, и вакцинацию. Моя супруга вакцинировалась, мой сын. Сегодня в Карачао-Черкесии выявлено 84 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 29 763 человека. Из них 25 689 выздоровели, 569 человек госпитализированы. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии Продолжаем выпуск. Сегодня в рубрике «Наше наследие» мы расскажем вам о старинных карачаевских деревянных домах-срубах, расположенных на территории аулов Карджурт, Хузрук и Учкулан. Строением насчитывается не одна сотня лет. Подробнее о них расскажет шерифат Лепшокова. Если есть место в республике, где рядом с современными домами соседствуют строения с 300, а то 500-летней историей, то это, конечно, Большой Карачай. В Хурзуке, Учкулане и Карчурте находятся первые деревянные дома не только в Карачаевой Черкесии, но и на Северном Кавказе. Старые мастера вложили в них всю свою душу. Может быть, поэтому, не имея никакого ухода, эти срубы, пусть даже в столь удручающем состоянии, сохранились по сей день. К строительству дома Арбаза карачаевцы приступали со всей ответственностью. Место, по возможности, выбиралось на солнечной стороне, рядом с водой. По традиции возводилось сооружение всем обществом – мамматом, под руководством одного мастера – Уста. Начало строительства отмечалось жертвоприношением. Часто это был белый барашек, а иногда и бык. После напутственных слов старшего начиналось строительство. Использовались только тщательно высушенные бревна, которые предварительно, во избежание порчи, держали вдали от прямых лучей, под специальным навесом. Почти все эти дома построены без фундамента. Высота стен достигала до трех метров. Их обмазывали толстым слоем желтой глины. Примечательно, что с появлением новых членов семьи увеличивалось и количество комнат. Есть версия, что фундамент все же был. Устанавливался он из специальных хвойных смолистых пород, славившихся своей безупречной стойкостью. Сохранилась старинная корочаевская пословица. О слабом безвольном человеке говорили «ненадежны, как без фундамента». В XIX веке основа дома была уже каменной. Стены и пол, нового жилища глиной обмазывали только женщины. Эта работа считалась менее тяжелой и более эстетичной. Неспроста так хорошо сохранились и крыши домов. Их делали из толстого слоя земли, иногда достигавшего нескольких тонн, которые покрывали можжевельником. Без крыши был так тяжел, что строились специальные балки. Известный историк Ибрагим Шаманов вспоминал, как по возвращении с депортации сам проживал рядом с одним из этих домов. А многие поселялись прямо в срубах. Эти жилища дождались потомков своих хозяев и приютили их. Исследовавший каждый сантиметр родной земли, Ибрагим Шаманов провел огромную исследовательскую работу, изучая историю строительства этих домов, их прочность. «Они строились не на клею, как сейчас, а на твердой основе. Строились они без клея, без каких-либо цементных и прочих связующих. Имея только подручный строительный материал, разве что даже и эти пилы там не было, топора, топором. Поэтому в этих домах и эти концы выдавались и образовывали так называемый парапет, где женщины, мастерицы занимались рукоделием». В Карчурте сохранился срубный дом, в котором родился революционер, ученый-просветитель Умар Алиев. Обычно в новом доме были две комнаты. Общая с очагом, пристроенным к стене, где располагались скамьи кровати. А напротив находилась комната с сундуками. «До конца 19 века сохранялась большая нераздельная семья. Члены семьи достигали до 50-60 человек. Для молодых семей, если позволяла территория, строили отдельные комнаты. И таких комнат в том же Айбазовском квартале было девять пристроек, поскольку у него было в семье девять сыновей». Старинные срубные дома в Карчурте, Хурзуке и Учкулане – историческое прошлое карачаевского народа. Перед нынешним поколением стоит задача уберечь памятники зодчества от дальнейшего разрушения, сохранить для потомков часть культурного кода народа. Шерифат Лепшукова, Мухаммед Ашибуков, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевский район. Среди многочисленных праздников, отмечаемых в России, День матери занимает особое место. Этот праздник никого не оставляет равнодушным. Его отмечают в последнее воскресенье ноября. В этот особенный день мама принимает теплые и душевные слова. В преддверении Дня матери мы узнали, как Юлия Меркулова совмещает охрану правопорядка и воспитание двоих детей. Альбина Ламкова продолжит тему. Мама, жизнь подарила, мир подарила мне и тебе. Из поколения в поколение для каждого мама – самый главный человек в жизни. Быть ею – это не только великий труд, но и большое искусство, говорит Юлия Меркулова. Она уже 12 лет работает во вневедомственной охране в одном из подразделений Росгвардии, которая занимается охраной как государственных, так и частных объектов. Кроме этого, сотрудники охраняют общественный порядок и безопасность, как на постах, так и на маршрутах патрулирования в системе единой дислокации. В любой момент нас могут вызвать на работу, поэтому ты не знаешь, сегодня у тебя есть выходной или нет. Ты всегда на телефоне, ты всегда на связи с командирами, с начальством, поэтому всегда находишься в таком боевом настроении. Семья относится положительно к тому, что я служу в Росгвардии. Как я думаю и как они мне говорят, они гордятся мной. Юлия Меркулова выбрала службу в подразделении внутренних войск Министерства внутренних дел России неспроста. Примером был мой папа Прокопенко Николай Федорович, подполковник, в отставке, сейчас на пенсии. Более 25 лет он прослужил в милиции. Я пошла по его стопам и очень горжусь. Супруг Юлии работает с железнодорожником. Вместе они воспитывают двоих детей – Никиту и Варвару. Для старшего сына мама, безусловно, пример. Он уже во многом помогает ей по хозяйству. Может прибраться, приготовить несложное блюдо, присмотреть за младшей сестрой. Он учится в 10-м классе, в 3-й школе Черкеска. Немало у него и увлечений, но самое важное – занятие спортом. Не мешает ли тебе учёба занятию спортом? То есть спортом занимаешься серьёзно, насколько я знаю. Да, бывает, иногда мешает. Приходится пропускать на школу. Учителя идут на встречу всё время, хвалят, говорят, не просто пропускаешь, как некоторые, а для занятий спортом. Никита совсем недавно стал серебряным призёром первенства Европы по кикбоксингу среди юношей. Ну и, конечно, самый преданный его поклонник – это мама. Я все бои смотрела по телевизору. Я вместе с ним переживала, болела за него. И когда был последний бой, и мы уже знали, что он взял серебро, я расплакалась. Спортивная, добрая, целеустремлённая, иногда строгая, но непременно самая любимая мама. Она мой тыл, так говорит сын Юлии. Самая маленькая в семье Меркуловых – Варвара. Она, как и все дети, любит смотреть мультфильмы, нравятся книги. Мама читает ей о новых историях из жизни сказочных персонажей. Для ребёнка совсем не важно – домохозяйка мама или бизнес-леди. Очень сильно люблю. Она у меня самая хорошая, самая милая. И она меня очень сильно любит. Я тоже хочу, ну, похоже быть на её. Юлия старается быть мамой в самом полном смысле этого слова. Для неё важно, чтобы дети выросли достойными людьми, чтобы ими можно было гордиться. Поэтому уже сейчас приучает их к труду, стараясь вложить в них чувство добросовестности, честности и ответственности, прививая стремление к знаниям, признаётся молодая мама. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Удачи и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!